Он был выходцем из старинного дворянского рода, но его жизнь была непроста. Иван Балакирев служил Петру Первому, был отправлен в ссылку. После смерти император снова оказался при дворе, служил Екатерине Первой. Она оценила его юмор и зачислила Ивана в штат придворных шутов. За крамольные речи он привлекался тайной канцелярией, но императрица его неизменно спасала. Благодаря чему он и дожил до старости. На сцене театра «Самарская площадь» – премьера спектакля «Шут Балакирев». Постановка, приуроченная к юбилею театра «Самарская площадь», который отмечает 35 лет со дня создания и к 350-летию со дня рождения великого реформатора Петра Первого. Цитаты Петра Первого, мне кажется, не всегда будут злободневными, потому что, как он не старался вывести Россию в равные Европе, чтобы Европа принимала не просто на равных, а многому училась у нас, и как он считал, что у России есть чему учиться, и все равно по спирали время идет, наступает время, когда, тем не менее, идут нападки на Россию. Спектакль поставлен по пьесе Григория Горина «Шут Балакирев», но написана она была в 90-е, поэтому режиссер Евгений Дробышев отчего-то решил отказаться, но в то же время привнес много своего, чтобы спектакль был понятен современному зрителю. Актеры поют Баха, который жил примерно в то же время, что и Петр Первый, а также на сцене проходит военный парад. Прошло время, и время изменилось кардинально. От времени полного упадка, когда страна была ведь на грани развала, до нашего времени, которое, наоборот, полно надежд. В принципе, Петровская эпоха – это как раз, это надежда, это даже где-то праздник, хотя тяжелый, да, трудный, и, тем не менее, страна изменилась, изменилась резко, кардинально. Спектакль «Шут Балакирев» можно увидеть 23 декабря, а также 11 и 12 января. Виктория Шара и Константин Головин. События.